Ну что, друзья, все, писец подкрался незаметно. И ровно в тот же день, сразу со всех утюгов, все пропало, все кранты, когда ничего не купить. Квартира с сумасшедшими скидками на несколько миллионов рублей. Лучшее время для покупки квартиры уже не будет. Настают более трудные времена. Держите лайфхак, ничего страшного я не вижу. Срочно бегом одобрять ипотеку, покупать квартиру. Ну что, друзья, все, как говорится, писец подкрался незаметно. Центральный банк все-таки 15 декабря повысил ключевую ставку на 1% с 15 до 16. И ровно в тот же день, поздно вечером, на официальном интернет-портале правовой информации появилось постановление номер 2166 о внесении изменений в льготные ипотечные программы. Сразу со всех утюгов, инфобарыги, и так я называю блогеров, агентов по недвижимости, которые пытаются за счет пугалок, страшилок набить себе карманы, продав побольше квартир. Стали кричать, все пропало, срочно, бегом, одобрять ипотеку, покупать квартиры, пока постановление не вступило в силу. Иначе все, кранты, все подорожает, ставки повысит, первоначальный взнос увеличит. И вы больше никогда ничего не купите. Так ли все плохо, и что делать тем, кто планирует покупать квартиру, и что же такого страшного в этом постановлении написано? Разберемся в этом видео. С вами канал Питер Недвижимость Новостройки, и я специалист по недвижимости Гумен Егор. Подписывайтесь на канал, ставьте свой царский лайк, задавайте вопросы в комментариях, ну а мы погнали. Уже более пяти лет я помогаю без рисков и без стресса приобрести квартиру в Санкт-Петербурге. По новостройкам делаю это бесплатно. Если вы хотите получить консультацию, контакты в описании. А также подпишитесь на мой телеграм-канал, там все новости о недвижимости, об ипотеке, инсайдерская информация по стартам продаж по минимальным ценам, а также невероятные акции на квартиры с сумасшедшими скидками на несколько миллионов рублей. Итак, что же написано в постановлении номер 2166 от 15 декабря 2023 года? В самом тексте документа более 60 страниц. Не буду весь текст пересказывать, вы можете самостоятельно его изучить. Он уже как раз выложен в моем телеграм-канале. Озвучу основные моменты. Ну, во-первых, постановление еще не вступило в силу, то есть пока действуют прежние условия. Напомню, по основным программам господдержка 8%, семейная ипотека 6%, IT-ипотека 5%. Первоначальный взнос по всем программам сейчас 20%, сумма кредита до 12 миллионов рублей в Питере и Москве. Для других регионов это 6 миллионов рублей. По IT-ипотеке 18 миллионов рублей. Есть еще акционные ставки от застройщиков, по ним информация постоянно меняется. Можете посмотреть у меня в телеграм-канале, есть предложения, как ни странно, от 0,1% от 0,5% на весь срок. Поэтому я и не люблю инфобарыг, которые постоянно говорят, что лучшее время для покупки квартиры уже не будет. Это невероятно, но факт. Ключевая ставка растет, а минимальные ставки падают. Поэтому, возможно, мы еще увидим интересные предложения. Согласно постановлению правительства номер 2166, изменяются условия по льготным программам ипотеки. Постановление вступает в силу с 23 декабря 2023 года для всех заявок, где не подписан кредитный договор. То есть, по сути, есть еще время, чтобы купить квартиру на текущих условиях. При лучшем раскладе я и моя команда выходим на сделку за три дня. Один день, чтобы выбрать квартиру и одобрить ипотеку, один день, чтобы согласовать договор и третий день это подписание. Но это при лучшем раскладе и я обычно не рекомендую в спешке покупать квартиру. Но если надо, то можно. Первое и важное изменение касается ипотеки господдержка 2020. Первоначальный износ по программе увеличится, к сожалению, до 30%. И максимальная сумма кредита уменьшится с 12 миллионов до 6 миллионов для всех регионов Российской Федерации. С 23 декабря, если кредитный договор не подписан, первоначальный взнос или сумма кредита по всем одобренным заявкам будут пересмотрены. Первоначальный взнос с 20 до 30%, а сумма кредита до 6 миллионов рублей. Указанные выше изменения не затрагивают, важно, остальные программы, то есть по IT и семейной ипотеке и прочим программам в данном контексте изменений нет. Конечно, для тех, кто проходит только по условиям господдержки с 8% ставкой, настают более трудные времена. Ну, во-первых, у многих и 20% первоначального взноса нет, а теперь нужно 30. И, во-вторых, сумма кредита теперь меньше для Питера и Москвы, вместо 12 миллионов теперь будет 6 миллионов. Но не стоит отчаиваться, ведь в основном по господдержке 8% покупают небольшие несемейные квартиры. А у нас в Питере вполне 6 миллионов хватит, чтобы приобрести хорошую евро-двушку. Конечно, первоначальный взнос нужно будет больше, Но уже сейчас некоторые застройщики запустили программы, где можно купить квартиру в ипотеку вообще без первоначального взноса. Плюс ко всему, конечно, изменение условий повлечет спад спроса на новостройки, и застройщики будут вынуждены снижать цены. Причем они активно уже начали это делать. И чтобы не пропустить горячее предложение, напомню про мой телеграм-канал. Второе важное изменение. Одна льготная ипотека в одни руки. Касается всех льготных программ с момента вступления в силу постановления правительства. С 23 декабря 2023 года у клиента может быть только один кредит, где он является созаемщиком-заемщиком-поручителем по одной из госпрограмм. Господдержка 2020, ипотека с поддержкой для семей, IT-ипотека, дальневосточная, арктическая ипотека, ипотека по госсертификату, сельская ипотека. Важно отметить, что по семейной ипотеке на текущий момент нет ограничений по количеству ипотек на одного заемщика. Бери сколько хочешь. Но с 23 декабря 2023 года можно будет оформить только одну. И если вы уже брали семейную ипотеку до 23 декабря, то она в расчет не идет, и можно будет взять еще одну. Кстати, держите лайфхак. В некоторых банках в договоре может быть указан только один из супругов. Поэтому, по сути, при желании можно будет взять две ипотеки. Сначала, например, на жену, а потом вторую на мужа. Если вы решите обмануть банк и взять вторую ипотеку на себя, то ставка по кредитному договору будет повышена до размера ключевой ставки, действующей на момент подписания кредитного договора. Сейчас это уже 16% и плюс еще от 1,5% до 3,5% в зависимости от типа приобретаемой недвижимости. Либо это новостройка, либо частный дом. Вот, по сути, и все затрагивающие нас, как покупателей, изменения. Ничего страшного я не вижу. Ведь большая часть покупателей попадает под условия семейной ипотеки. То есть, это один ребенок с 2018 года рождения, либо двое несовершеннолетних детей, либо ребенок с инвалидностью. И все больше и больше приходят к нам айтишников. Для этих категорий практически, либо вообще ничего не поменялось. При этом, конечно, спрос будет падать. Соответственно, цены в новостройках, возможно, станут ниже. Поэтому эти заемщики смогут купить квартиру еще более выгодно. Ну, а для остальных застройщики что-то да и придумывают. Как я уже говорил выше, сейчас уже можно купить и без первоначального взноса. Следите за новостями и акциями в моем телеграм-канале. Ну, а пока, пока.